Приветствуем всех зрителей канала People Life. Вы смотрите наш канал, и мы благодарны за вашу активность. Оставайтесь с нами, следующие 40 минут будет очень интересно. У нас есть важная информация, как минимум, потому что на связи с нами таролог и экстрасенс Людмила Хаматовская. Людмила, приветствую вас. Здравствуйте. Также на связи моя коллега Нонна Муссолян. Меня зовут Алексей Курбан. И сейчас мы вместе с вами по ту сторону экрана хотим обсудить самые важные новости дня текущего. Самое главное это то, что сегодняшняя ночь, ночь на 26 мая, была очень неспокойной в очередной раз. Людмила, как вы чувствуете, как экстрасенс, что происходит? Поменялось ли что-то в последнее время, что-то так вот максимально в другую сторону? Почему обстрелы стали такими частыми и такими большими и трагическими? Ну, почему стали? Потому что это единственное, что доступно, и оно как бы даёт какое-то внутреннее удовлетворение, при том понимая, что сейчас молодой месяц, а молодой месяц нам говорит о том, что недостаток энергии, то с тёмной стороны хоть таким образом, когда мы вам сделаем больно, мы получим какую-то часть энергии. И это происходит мимо людей, они начинают просто агрессировать, в данном случае бросать бомбы и как бы наполняться. Ну вот есть у людей об этом. Но вообще, если посмотреть ещё языком Таро, то нам говорят, что это идёт команда сверху и самого-самого верха, чтобы показать вот Украине, кто на самом деле Россия, какая у них мощь, и вообще их никоим образом нельзя победить, нельзя сломать. И вот это какое-то противостояние. С самого верха это имеется в виду Кремль, Верхушка, Путин, Медведин, все эти причастные. Путин отдаёт эти приказы? Лично? Ну там не один Путин, больше всего, что там всё-таки как военные, потому что те, кто вообще руководят войной. Я не думаю, что это всё-таки Путин, потому что нам показывают, что Путин как-то сейчас слегка отстранился, он находится в роли наблюдателя. Принимает ли он участие? Да, конечно. Но всё-таки вот эти приказы, как бы он сказал, как профессионалы занимайтесь, он как бы самоустраняется от этого. Людмила, объясните нам и нашим зрителям, пожалуйста, подпитываются этой энергией сознательно подпитываются люди, которые нажимают кнопки вылета этих ракет. Они сознательно делают это, зная, что после этого станут сильнее, или делают, а потом, становясь злее, продолжают это делать? Ну если мы идём по энергиям, то нет. Это то, что происходит в семьях. То есть когда мы приходим, все такие накрученные, начинаем искать, а на кого мы можем излить вот эту злость и увидеть вот эту обратную часть, что где-то я самоутверждаюсь, а мне кто-то покорился. Поэтому здесь о какой-то силе, о том, что я тебя сейчас унижу и как бы наполнюсь твоим унижением. Они не сознательно, они вообще не понимают, потому что когда говоришь с подобными людьми о их поведении, они говорят, ну там точно был не я, да, это не обо мне. То есть здесь какое-то такое сущностное состояние о том, что человек не совсем понимает, что он делает. Зазомбированное. Я верно понимаю. Ты делаешь и не понимаешь, что ты делаешь плохо. Просто, ну, сейчас следующий вопрос, я хочу обсудить Днепр. Это еще одна черная трагическая страничка нашей истории, этой войны, потому что ракета попала сегодня в поликлинику в Днепре. На данный момент пострадало 23 человека и трое считаются погибшими. Возник вопрос, вот как раз на повестке этого вопроса. Скажите, может ли быть прилет в эту больницу Днепра что он случился после публикации сториз некой блогерши Анны Алхим, у которой 600 тысяч подписчиков, которая сделала пост о том, что в данной поликлинике находится очень много военных, которые проходят лечение. Раньше Алхим называла Путина красавчиком в одном интервью. Вот интересно, как ваши карты увидят. Причастны ли к этому эта блогерша? Ну, обычно я это все отфутболиваю и говорю, нет, что вы говорите, но на данный момент мой ответ железобетонный, да. Потому что мне человек каким-то образом, я не скажу, что это именно осознанным, здесь больше всего, что неосознанным, показывая, что там происходит, он сделал большую беду. поэтому здесь девушка, которая не понимает, что она делает, а так как мы вот здесь видим, что все это мониторится, информация поступила и как бы и с обратной стороны полетела. так что все то, что мы выкладываем, то, что говорят наши люди, которые за это отвечают, что не надо подумать, что вы выкладываете, это подтверждается именно вашим сообщением. Благодарю. Буквально сразу же после этой новости эта девушка, Анна Алхим, она записала видеообращение, в котором в не очень приятной, в нецензурной форме сказала, что да, она не виновата, многие люди из Днепра репостили эту сториз, она тоже подхватила, поскольку поддерживает военных и поддерживает их репостами, сборами и так дальше. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, вот у нас есть сообщение от наших военных, что нельзя публиковать место прилетов, наверное, нельзя точно так же и рассказывать о местах скопления людей, тем более в таких заведениях, как поликлиника. Хорошо, благодарю. Мы искренне сочувствуем и соболезнуем всем, кто в этом пострадал. Давайте дальше. Есть еще несколько важных вопросов. Но нам, прошу. Людмила, давайте посмотрим, пожалуйста, через Таро, будут ли похожие еще ситуации, будут ли в ближайшее время повторяться в городах Украины подробные обстрелы, как был сегодня в Днепре? К сожалению, это будет. Не скажу, что это прям каждый день. Здесь не об этом. Здесь больше о том, что то, что я всегда говорила, до последнего дня каким-то образом, периодически это будет идти по людям. Мой ответ — да, они будут продолжаться. Хорошая новость, что хотя бы не так часто. А вы имеете в виду, по людям, что будет большое количество опять жертв? То есть по таким вот структурам, как поликлиники, детские садики и так далее, может так продолжаться или как? Да, вот что-то, что касается вообще простых людей. Здесь не обязательно должна быть поликлиника, может быть место, где собираются какие-то парки, зоны, место отдыха, рестораны. Потому что всё там, как бы что нашему сердцу мило. Вот когда, ну, обычный человек живёт в городе, да, где гулять? В парке гулять, где отдыхать? Ну, может, там в каком-то заведении, где есть мороженое, где детки бегают, может, ещё что-то. Поэтому здесь больше о каких-то местах скопления. Вот приятных сердцу, слово там, где я отдыхаю. А как вы чувствуете, что будет дальше? Может быть, вы их трансенсорно просматривали. Это будет касаться крупных городов или более мелких регионов. Как это вообще будет происходить? Какая рекомендация для людей? Потому что ведь не у всех есть возможность выехать и покинуть свои дома. Ну, смотрите, это, конечно, больше касается крупных городов. Здесь, ну, извините за такое сравнение, как бы там больше людей, там как-то более интереснее туда попасть. Ну, глазами я имею в виду именно вот этих людей, что это делают. Глазами противника. Да, глазами противника. Поэтому здесь вот и будут. Притом это не просто, опять же, это могут быть многоэтажки или каким-то образом вообще сооружения, где есть несколько этажей. Как много, так и не очень. То есть как бы это будет. И если это мы берём, опять же, более полный ответ, то есть касается ли это меньших городов, каких-то меньших селений, нам говорят, что, в принципе, касается, но не в такой мере. То есть это больше как исключение из правил, чем правило. Поэтому всё-таки это именно большие города. И что делать нашим зрителям? Опять то, что я сказала. Постарайтесь уходить от большого скопления. Если даже вы там находитесь, распределите время, чтобы там было всё быстро, на уровне того зашёл и вышел. И опять же сохраняемся, сохраняемся. То есть никуда эта война страшная не делась. Там, где есть средства защиты, там, где мы можем укрыться, наше всё. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень детально и очень правильный совет. Война продолжается. Людмила, как вы чувствуете? Мы на пороге июня, на пороге лета. Жарких три месяца. Жарких даже вот не в плане погоды, а жарких, потому что война продолжается. Потому что никакой ассоциативной восприятия с летом сейчас нет. Тем более в больших городах, тем более после того, что случилось в Днепре. Как видите вы через карты Таро? Чего ждать летом? И каким для нас будет месяц июнь? Что будет в фокусе? Что будет главным? Ну, смотрите. Вы спросили за лето. Я как бы сразу же за лето. Надо понимать, что лето действительно интенсивное. Оно будет волнообразное. То есть где-то у нас будет пик, потом будет какое-то затухание. И опять пик. То есть мы ожидаем вот такие волны каких-то действий, обстрелов и всего, что касается. Это энергетически. Если мы берём июнь как месяц. Июнь как месяц быстро сменяющие действия. Притом у нас, не побоюсь этого слова, что будет какое-то продвижение, которое в принципе связано с изменением, с изменением в лучшую сторону. Здесь у нас есть такая карта, которая с одной стороны говорит колесо фортуны, которое говорит так, как раньше не будет. Оно усиливается. За это отвечает шут. А король Пентакли говорит, что вот это усиление будет стабильным и постоянным. И если мы спрашиваем, а о чём же этот шут, то нас отправляют вообще за военные действия. Имеется в виду вообще как наступление, как на фронт, я так предполагаю, что мы стоим на пороге безудержных новостей, когда новости будут менять одна другую с бешеной скоростью. И при этом у нас идёт какое-то освобождение. То есть всё-таки в июне мы однозначно что-то вернём, потому что у нас как бы королева кубков приходит и с королевой Пентакли. То есть радостные новости о земле, о родной сторонке, вообще как бы о главной ценности человека. Мы это всё возвращаем. Далее у нас, я так думаю, что ждёт какая-то довольно интересная развязка на фронте. Я не думаю, что это будет мельче Белгородской Народной Республики. Я думаю, даже что-то покруче. Потому что это многогранно, то есть на разных участках, и всё невероятнее и невероятнее. Всё чудаковатее и чудаковатее. Поэтому я думаю, что вот что-то там подобное будет. Нестандартные решения стандартных вопросов. И мы будем, не побоюсь этого слова, с такими глазами смотреть и отслеживать, что же там происходит. Поэтому по действиям очень интенсивный месяц. Месяц, где живает фронт. Месяц, где есть возвращение земель. Но при этом у нас всё-таки обстрелы будут, забегая наперёд. И разрушения будут. Но они идут по четвёрке Пентакли. То есть всё-таки должны снизить обороты. Вот как-то должны их снизить. Если мы посмотрим, что ещё, как бы давайте экономическую сферу, что у нас там в Украине. Пока по экономической сфере всё отлично. Мы получим какие-то деньги. Получится свести концы с концами. Потому что я понимаю, что начинаем мы месяц по страшному суду. Я так понимаю, что денег здесь недостаточно. Придут подобные деньги. Закроем все дыры, которые нужно было закрыть. Поэтому более-менее там нормально. Мы выходим, несмотря что сейчас не очень, не лучшее время в Украине. И если мы посмотрим, что там в политике, то есть внутри страны, я не имею в виду снаружи, а именно внутри Украины, там, в принципе, тоже интенсивная работа. Я думаю, что там будет принято огромное количество законопроектов, огромное количество каких-то новых законов. Что-то будет прикрываться, потому что оно как бы связано с будущим. А что-то нам огласят, и мы будем довольны, потому что это о развитии. Это о чём-то новом. И опять же, если посмотрим политика внешняя, что у нас внешняя политика для Украины. Ох, какая прекрасная внешняя политика. Смотрите, с одной стороны нам обещают безудержную поддержку на уровне политики, на уровне риторики. С другой стороны, прямо это будет подтверждаться действиями, и всё время будут происходить какие-то прям подтверждающие. Мы где-то будем выбивать, что называется, палками то, что нам нужно. И там будут бесконечные склоки, разборки и так далее. Но у нас дьявол, который прикрывает вот эту внешнюю, то есть дьявол всё-таки говорит, ну в данном как бы война, да, она набирает оборотов, и решение, которое принято, оно будет продавлено, сделано правдами, неправдами, к этому будут двигаться. И здесь приходит информация, которой просто нет в картах. Я так понимаю, что вот это проявление дьявола мы очень сильно будем видеть в России, потому что то, что я не раз повторяла, что с каждым днём в России будет интересно, вот по моим ощущениям, там вообще будет прекрасно для каждого украинского сердца. И вот они долго-долго сеяли, наконец получают урожай. Вот как-то так. Максимально, максимально подробный расклад, очень всё по полочкам, таким будет июнь в Украине. Сразу же логично напрашивается вопрос, каким будет июнь в России. И вот хочется понять, этот русский добровольческий корпус, который зашёл в Белгородскую область, Легион Свободная Россия, что будет с этими новостями? Будем ли мы слышать о захвате новых областей в России? Будет ли эта новость как-то двигаться? Каким будет июнь в России, как вы видите? Ну смотрите, это у меня первое. То есть мы будем в России, если мы берём в принципе, вот эта интрига, что они вроде бы не видят, что там происходит, она будет держаться. То есть те, кто сидят высоко, держат интригу, особо там это не комментируют. При этом мы можем слышать всякие там риторики а-ля, что это всё остановлено, то есть какие-то вроде бы действия, но на самом деле действий нет. Все чего-то ждут, какие-то там происшествия есть, но каких разворотов я не вижу вот по России. Поэтому глобально, вот если это всё собрать, то в принципе месяц не особо отличается, но если мы вспоминаем вот этот новый Легион, так в Легиона сейчас там происходит туча изменений, и первое изменение, которое у нас по ТУЗу, я так понимаю, что их мы будем видеть ещё больше в местах, они будут занимать ещё больше площадей, набирать каких-то невероятных скоростей, поэтому не удивлюсь, если они очень сильно продвинутся, потому что есть план, они молниеносно двигаются по плану, и как бы как все карты, которые пришли первый день, когда я их увидела, они говорят, что это надолго. Вот это движение, которое надолго, оно пришло и будет разворачиваться как минимум в районе года на сегодня. Поэтому там, я думаю, что это те, кто вообще будет как бы показывать, что происходит на самом деле, и вот просто наблюдайте, как подобное движение начинает набирать сил и оборот со всех сторон. Вот не побоюсь этого слова. Невероятно. Маленькое уточнение. Вот эта ситуация, давайте назовём ситуацию, с захватом Белгородской области, она поменяла вектор движения войны в Украине? Вот этот легион, вот эти радикально настроенные молодые люди военные, они поменяли вектор движения нашей страны к победе? Сто процентов поменяли, нам как бы говорят, они вообще развернули всё в другую сторону. Здесь, ну плохая новость, что не так быстро это всё можно развернуть, да, нам говорит Паш Пентаглий, но они вот развернули, вот всё двигалось в одну сторону, разворачивается в другую, и здесь, хотя мы там как бы сначала видеть не будем, но это то, что положило вообще вот что-то новое, какую-то занесло, если можно так сказать, реконструкцию в новых отношениях, в новых военных действиях, и как бы это всё, что приведёт опять же к возвращению земель. То есть здесь огромная работа, я бы не недооценивала вот эти действия, потому что это то, что вот эту глыбу начинает двигать. Прекрасно. Значит, так и должно было быть, и наверняка все всё знали, нам просто, мы это, как видим уже на лицо в процессе исполнения. Хорошо, благодарю. Максимально подробно будем наблюдать за этим. Есть ещё несколько важных вопросов. Давайте пойдём дальше. Людмила, рада вас приветствовать поближе. Да, во всём есть причинно-следственная связь. Естественно, закон кармы и баланса никто не отменял. Очень развернуто ответили на все вопросы, будем наблюдать. Хотелось бы поговорить о таком человеке, как Дмитрий Медведев, который, понятное дело, находится вблизи Путина. Он заявил недавно о том, что война будет долгой, и даже если будет перемирие, то Россия через несколько лет, через пару лет, всё равно вернётся к продолжению войны. хотя они сами хотят переговоров, они сами хотят перемирия. К чему эти фразы, почему он это сказал, что он может сказать через карты, если мы сейчас посмотрим, для чего этот вброс? является ли это действительностью, это является его ожиданием. То есть человек ожидает, что что-то там случится, мы обязательно станем сильнее и когда-нибудь обязательно всё это сделаем. А как происходит в действительности, здесь есть такая фраза, «Бабка на двое сказала». Поэтому здесь у нас вопрос спорный, при этом по правосудию, то есть включается вообще энергия, которая не о людских отношениях, а на уровне Бога. И здесь вот эта энергия, которая в любом случае может всё повернуть, как раньше, но ещё не факт. То есть опять у нас большой вопрос, будет ли следующая война. Я прям ставлю много-много вопросов. Почему? Потому что всё зависит от разворота событий. Сейчас оно формируется, и опять вот эта доска зашаталась, и опять как бы нам говорят, что если всё пойдёт по сегодняшней, то есть мы можем её даже перевернуть. То есть не факт, что она будет. Скажите, а как вы видите, от чего сейчас зависит, вот будет новая война ещё или нет? Это какие-то деньги, договорённости, это люди, это техника. Что стоит на кону пространства? Нет, это конкретно полная смена вектора, вот направления. То есть есть ли здесь смена правителей, однозначно. Есть ли здесь вообще смена политики глобальной, тоже есть. Но здесь огромную роль, как нам показывают, вообще отыгрывают деньги. Потому что из шести арканов у нас три про деньги. Я так понимаю, что если у этой страны забрать ресурс, каким-то образом они не будут его получать, они не будут этим распоряжаться, то как бы вот эти дурные мысли в голову приходить не будут. Людмила, Людмила, такой вопрос, немножечко каверзный, но всё-таки, как вы ответите, может ли Украина победить Россию, даже если та меняет свои планы и тактику насчёт Украины? Вы знаете, вот на первую точку точно нет. То есть здесь всё-таки это идёт по Луне, то есть не надо себя кормить иллюзией, что вот прям мы взяли шашку на голову и дошли до того, что хотим. Здесь всё-таки смена приоритетов стоит на месте. Как бы главное, при этом опять же у нас выступают союзы, то есть сама Украина, как бы это ни звучало, прескортно для украинцев, они этого не сделают, но при этом, да, ещё боевые действия какая-то часть есть. Я не думаю, что вот так впрямую, если там ничего не поменяется, как-то можно изменить историю. Но можно изменить её, подключив в союз, конфедерацию, некоторая близлежащая. Через союзы, через тайные договорённости, через какие-то, вот знаете, не совсем открытые действия. То есть здесь всё-таки о глобальных каких-то масштабах, чтобы это всё свершить. О глобальных масштабах, которые будут в секрете для людей, для всех людей. Ну, мы будем надеяться, что всё это сейчас происходит и где-то там, на дипломатическом фронте тоже происходит очень-очень жёсткая, жестокая битва, в которой Украина в конце концов получит победу и первенство. Хорошо, давайте дальше. Есть ещё парочка вопросов, но напрошу. Да, вопрос следующего характера. Планы Буданова под дестабилизацией Российской Федерации изнутри. Что вы скажете на расчёт? Давайте посмотрим. Может, только так получится? Ну, это уже реализуется, понимаете. Вы говорите, а нам говорят, ну, это уже как бы набирается. Да, в процессе. Будет ли дестабилизация 100%, там ещё какие-то и смерти будут внутри, то есть кого-то будут убирать. Так что это просто то, что сейчас набирает оборотов, то, что разворачивается. Хотя мы, кто-то может это не отслеживать. То есть это уже в процессе. Это уже в процессе. Хорошо. Есть ещё одна важная новость. Уже не будем о России. Важная новость заключается в том, что судья в Киеве, пьяный судья в Киеве, сбил нацгвардейца. Сейчас он четвёртый раз уже отказывается сдавать кровь. Видно, его хотят отмазать. Это было таким образом, что судья с бутылками из-под алкоголя в автомобиле на большой скорости сбил нацгвардейца, который стоял на блокпосту. Нацгвардейц, увы, это был несовместимый с жизнью удар, умер. Судья предварительно был пьян. Но есть же ещё там экспертиз, нужно всё это доказать. Он отказывается это делать и в течение 24 часов его хотят заставить силой сдать эту кровь. Как вы видите, чем закончится эта история и доколе такое будет продолжаться. Будет ли громким это дело? Ну, здесь смотрим глобально, то есть как будет проходить это дело. Будет ли оно громкое? Сейчас оно будет громкое, дальше о нём притихнут. Но я, насколько понимаю, что всё время будут возвращать ему жизнь. То есть сегодня поговорили, потом забыли, потом опять поднялось. Поэтому не дадут заглушить это дело. Плохая новость, что это длинное дело. Опять здесь стопроцентная затяжка. Сейчас мы услышим, я просто не знаю, это женщина или мужчина. Мужчина, мужчина. Мы услышим, что там прям больной-больной, он у нас заболеет, его надо будет спасать. Вот этого мужчину. Вплоть до того, что там какие-то пойдут справки о том, что его жизни угрожает опасность. Но меня как бы исход больше интересовал, получит ли он то, что заслуживает. Не скажу, что это дастся легко. Если нас каким-то образом слышат люди, кто этим будем заниматься, я им сразу буду даже показывать. то есть дело зависнет. Начнут изменять сведения, менять бумаги, поэтому как-то сохраняйте все бумаги, что у вас были, потому что потом не удивляйте, что там ничего нет. Дело без конца будут отправлять на пересмотры, досмотры, перепроверки. То есть вот это мульчак, оно отдаёт до суда, и как бы он понесёт наказание. Но вы понимаете, какой это путь? Это сказать, что это нервная дорога, это ничего не сказать. То есть вот эта вся судебная, прогнувшая система, она покажет себя в лучших красках. Просто такой ещё небольшой комментарий, даже для наших зрителей, кто не в курсе этой новости, у этого нацгвардейца, которому было 23 года, у него осталось трое детей, брат на фронте, и вся эта ситуация сейчас просто с очень быстрыми темпами набирает резонанса в обществе. И то, что ваши карты видят, очень не хочется, чтобы это спустили на тормозах. Но вот вы как экстрасенс просто скажите нам, это действительно человек был пьян, и сейчас, зная, что он пьян, содеял такую беду, пытается сознательно избежать этого? Ну, здесь точно человек где-то отдыхал. Я не скажу, что он доску пьян, но как бы был он точно под шефом. Точно. Увы, увы. Людмила, почти судьи безнаказаны. Владимир Зеленский в курсе этой ситуации? Он знает об этом? За что мы воюем вообще, в принципе? Почему это всё всё равно продолжает происходить? Скажите, с точки зрения земной и с точки зрения законов мироздания, может быть, людей пытаются включить таким образом? Знаете, чтобы какое-то трагическое событие заставило задуматься, например, над какими-то там ценностями? Так же тоже может быть. На первый вопрос, знает ли Зеленский, сто процентов знает. То есть есть люди, которые об этом говорят, ему есть эти сведения. Сначала я честно скажу, что подзакрыл глаза, потому что есть куча важнейших дел. Но я здесь сто процентов подтвержду, что сейчас будет какой-то очень большой подъём. Это будет говорить со всех каналов. То есть сейчас это наберёт оборотов однозначно. Если отвечать на второй вопрос всё-таки вселенскими уровнями, то здесь о пробуждении сознания, здесь о том, кто вообще управляет в этом мире, зачем вы пришли в этот мир и почему вы, я имею в виду и вы, и я, мы являемся как бы детьми этой Вселенной. И вот почему мы себя не защищаем? Ведь главная ценность всё-таки — это человеческая жизнь, которую полностью обесценили. И на каких-то уровнях кто-то имеет право сбивать и кутить, кто-то, трое детей — это на секунду, которые остались без отца. Это же человеческим языком вообще. Это огромная потеря и для жены, и для семьи, и для детей. Поэтому здесь поднимается всё-таки общество. То есть нам говорят, если вы хотите измениться, если вы хотите прийти к этой лучшей жизни, то проявите свою гражданскую позицию. Где-то поднимитесь, где-то защитите вот эту семью, потому что защищая их, вы защищаете себя, меняете страну к лучшему. Это всё о том же пробуждении, которое говорит, что, может, перестанем играть в детский садик, а станем какими-то взрослыми, и которые знают, что от нас многое зависит. Да. Да, и ещё раз да. Напомню, это случилось в Киевской области, Макаровский район, судья Макаровского района. Если нас смотрят зрители с Киевской области, и у нас будут такие марши, протесты или собрания, проявляйте свою активную гражданскую позицию, приходите. Потому что этот случай, очередной вопиющий случай с пьяным судьёй, оставить нельзя. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, тоже интересно почитать. Ещё другой вопрос. Украинцы жалуются, не скажу, что массово, но жалуются, высказывают своё негодование по поводу того, что повестки на улицах выдают всё так же в агрессивной форме. Людей заламывают, тащат в авто, применяют силу и так далее. Выдача повесток в какой-то юридической форме, это нормально. Но то, что сейчас происходит, мягко говоря, беспредел, и как вы видите, будет ли дальше хуже с выдачей этих повесток на улицах украинских городов в такой форме, агрессивной? Ну, если не будет реакции, то и будет ещё хуже. Но я, насколько понимаю, что опять сейчас это всё поднимут, чуть-чуть градус снизят, а потом опять по новой. Так что пока изменений я не вижу. Благодарю. Хорошо, давайте дальше. Сейчас есть жалобы на военно-врачебную комиссию о том, что там большие очереди, тяжело попасть раненым и травмированным солдатам к врачу, что там очереди более 500 человек составляли. Обещают создать электронную очередь. Мы можем ли посмотреть, как в ближайшем будущем изменим этот процесс регистрации, приёма пациентов? Будет ли какая-то реформа, возможно, в этом направлении медицины? Здесь опять же, Нона, у нас о том, что вот сидят эти солдаты, и почему-то они вот как бы себя считают ненужными, мы уже отработали, то есть нагнетается вот эта депрессия, а нет защиты своих прав. Поэтому опять нам говорят, что буритесь это по горы, то есть и вот когда вы только поднимете уши, когда вы только начнёте требовать человеческих вот этих условий, и о чудо, очень быстренько всё это как бы реализуется. Ну а будет ли подписана какая-то петиция? Самое главное, это электронная очередь. Она будет или нет? Потому что это максимально, максимально упростит жизнь всем и в первую очередь военнослужащим, которые требуют этого. Да, да, она будет. Здесь будет, как-то поднимаются, но опять же, и опять вот это, защищайте себя, вот защищайте себя, защищайте свои интересы. Вот так. Хорошо, тоже будем держать это в фокусе. Ещё буквально три вопроса. В конце хотелось бы поговорить о темах фронта, но так, мягко. Ещё важная новость. В Минобороны Украины подтвердили перегруппировку ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Подтверждают, что они уходят, оставляют свою позицию, сдают их регулярным войскам российской армии. Но, если честно, не верится в это, и кажется, что это фейк, враньё. Насколько вы видите ясно этот вопрос, насколько это правда, что этот ЧВК «Вагнер» уходит с востока Украины и больше не будет сталкиваться с нашими военными в боях? Я уже смотрела этот вопрос, и здесь, знаете, мне один в один дают ответ. То есть, уходят ли они? Да, они уходят. Где-то они перегруппируются, где-то подотдохнут, но это не о том, что они не будут больше воевать. Они ещё будут воевать в каком-то совершенно другом направлении. В другом направлении в Украине? Я думаю, что будет это и как Украина. Здесь всё время показывают пески. То есть, я, насколько понимаю, что это по всем данным юг Украины, но ещё какой-то хвост ещё и оставляют на какие-то другие страны. Я просто могу предположить, я тоже слушала, что говорят, что может ли Вагнер пойти на Москву? Вот нам Шут и говорит, что если там будет какой-то руководящий состав, так да, тоже могут. Интересно. А сейчас этот вопрос похода на Москву, он зависит от Пригожина ещё? Может ли Пригожин пойти на Москву со своим чуваком? Я думаю, что может. Здесь какая-то будет что-то похожее на коалицию, и вот в этой поддержке он может пойти. Опять же, по шуту, да, это что-то молниеносное, быстрое, по договорённости, а давай. Вот так, очень интересная новость, максимально тоже будем за этим следить. Хорошо, благодарю. Давайте дальше. Россия и Беларусь подписали документы о размещении нестратегического ядерного оружия на территории Беларуси. Два вопроса есть к картам. Людмила, давайте посмотрим, есть ли риски для Украины и может ли быть ядерный удар по Польше с целью втянуть её в войну? На первые своя рубашка ближе к телу. Есть ли риски для Украины? Я не могу сказать, что нет, потому что действительно нам говорят, что это соседство, это очень близко и на самом деле это то, что может для нас быть опасным. То есть, да, здесь есть. Но вот я не подтвержу второе сведение, что ударят по Польше, и мой ответ, что не ударят, это сложно сделать. ну, как бы здесь просто как разговоры, как какие-то разводы, что сейчас пускают, вот просто, что называется в народе трёп, сплетни, это какие-то сплетни, что они будут бить именно по Польше. Там к этому готовы, в Польше? Готовы ли в Польше к такому развитию событий? Ну, здесь идёт подготовка, я не могу сказать, вам знаете, так утвердительно, что прям больше все там стоят в ружьё и ждут, что это будет. Нет, там идёт постепенная подготовка, здесь больше, конечно, всё это направлено на переговоры, на то, чтобы этого не случилось, то есть идёт риторика Польши каким-то образом, там даже на уровне, если это как охрана, то где-то как перенаправление вооружения, всё-таки здесь больше какие-то внутренние такие процессы, что ведёт Польша, для того, чтобы этого не случилось. Поэтому они действуют наперёд и делают, чтобы этого не было, но готовятся, то есть они готовятся. это был шок, это был шок, когда эта новость появилась, Лукашенко начал сразу оправдываться, что опять его хотят завоевать, снова готовятся показывать, откуда будет нападение, в общем, успокаивает то, что пока, пока не собираются изъядерный удар делать по Польше. Людмила, последний вопрос про Крым, в Крыму самопровозглашённый глава Крыма Сергей Аксёнов начал вербовать бойцов на полуострове в свою частную военную компанию. Как вы видите, для чего формировать свою частную военную компанию главе Крыма, чего он боится, что может произойти, что послужило толчком к этой мысли, к этим действиям? Что послужило толчком а некому воевать, да, вот конкретно. То есть он как-то видит, что некому воевать. Для чего ему это надо? Да защитить себя, защитить, возможно, свою семью, потому что здесь поднимается как близкий круг, и как бы, чтобы или вот удрать, отойти, то есть здесь какая-то вот чистая защита, сбережение материальных средств и влияний. Если мы смотрим, вот глобально соберет ли он их, соберет. Здесь будет большая довольно численность населения, это будет скрывать, количество тех людей, которые будут в его армии, будут тщательно скрывать и опровергать вот эти факты, так что здесь мы только узнаем после того, как, насколько там их много. Маленький уточняющий вопрос. Главным у этих людей будет идея или деньги? Нет, здесь, конечно, больше всего материальное, потому что людям интересно, но я не могу сказать, что там не будет соратников, там будет вот именно кто-то, какой-то костяк будет, что называется, тот, кто так думает, тот, кто поддерживает, поэтому здесь и так, и так, но все-таки деньги побеждают все. Да, напомню, что совсем недавно была новость о том, что военным в Крыму выдают землю, большие куски земли и все это делается для того, мы разбирали, кстати, в одном из видео на канале, чтобы люди за что-то держались, защищая свою землю. Напомню, что Крым временно оккупированный полуостров и в какой-то, в какой-то момент его точно деоккупируют и он вернется в состав Украины как автономная часть. На этом пока что все, Людмила, мы благодарим вас за такой интересный расклад, такой детальный расклад по всем вопросам мы сегодня обсудили и судью, который на педпытку сбил нацгвардейца, было пара вопросов об Ахмуте и также обсуждали военных и военно-врачебные комиссии. Большая проблема, люди, люди военные, не могут нормально получить помощь, потому что должна быть электронная очередь, надеемся, что это тоже скоро будет. На этом пока что все, с нами была на связи Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская, подписывайтесь на все ее каналы, ссылки, связи, очень много интересных новостей, все это найдете под этим видео, и если у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, тоже интересно почитать. На этом пока что все, оставайтесь с People Live, все обязательно будет хорошо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok